Приветствую вас! Мне бы хотелось, наверное, начать с того, что заметить, что ваш вопрос, который вы выдаёте, то есть вопрос, зачем я это делаю, я в данном случае цитирую, зачем я это делаю. Вопрос этот, мягко говоря, не очень понятен. Он делает или вы делаете? Если он делает, то он это делает просто из интереса, просто потому что ему нравится. За вами наблюдает. Ему нравится строить базы, нравится с вами играть. Это его игра, если вы говорите, что он врет вам в том, что у него нет к вам чувств, то есть в действительности эти чувства все же есть у него. То игра в данном случае это своего рода такой, знаете, защитный механизм, который он использует для того, чтобы по сути дела рационализировать вот как раз свое отношение к вам. Рационализировать его, то есть имеется в виду, что он не хочет признать того факта, что вы ему нравитесь, и не хочет признать того факта, что вы ему интересны, не хочет признать того факта, что он хочет быть с вами, и просто-напросто боится быть зависимым от вас. Вы же, если вопрос этот касается вас, да, непосредственно, то есть если говорить о том, для чего вы делаете это, то здесь, я думаю, что ситуация совершенно очевидна, вы делаете это потому, что вам кажется, вы считаете, что этот мужчина ваш, и вы надеетесь на то, что вы будете с ним вместе, то есть по сути дела правильный ответ здесь будет, на мой взгляд, именно такой, что вы делаете это потому, что он вам, я имею ввиду парень, вам не безразличен, и именно потому, что он вам не безразличен, вы это делаете. Вот. Но, знаете, если мужчина играет с вами вот в такую игру, то получается, что ему доставляет удовольствие вот непосредственно сам процесс этой игры, а если это так, если ему нравится сам процесс игры, то очень может быть, что вы в этой игре и выиграть не сможете по большому счёту, потому что мужчина играет не для того, чтобы вы выиграли, а именно для того, чтобы играть, и у вас здесь, по всей видимости, нет никаких шансов, по крайней мере, все эти правы мужчина может в любой момент как-то вот взять, допустим, переиграть, как-то сделать сразу так, что вы будете неправы во всём, и если вы будете во всём неправы, то по сути дела вас решу и обвинять в том, что вы не хотите, не хотели играть в игру, и не желая играть в игру, вы тем самым доказали мужчине, что вы его не любите, значит расставание было правильным, своевременным, ну и так далее, так далее, так далее. Кроме того, вы говорите о таких моментах, как намёки, вы говорите о таких моментах, как намёки, и вы знаете, я не считаю исключительно, что этих намёков не было, то есть я считаю, что вы действительно видели то, что видели, я считаю, что вы действительно видели эти намёки, я считаю, что они, они действительно, эти намёки были, но я думаю, что, вот сами подумайте, если у человека есть чувства, если у человека есть, как вы говорите, к вам какие-то эмоции, то зачем ему, для чего ему, вам делать такие пазлы, зачем тогда он с вами играет, только потому, что таков его интерес, и в данном случае не особо важно, есть у него чувства к вам или нет, важно, что он позволяет себе с вами играть, и важно, что в этой игре, когда вы, по сути дела, не знаете правил этой игры, когда вы, по сути дела, оказываетесь для себя в ситуации, и в полной держа ориентации, в этой ситуации надо сказать, что мужчина ставит себя в заведомо выигрышную ситуацию, и это вам однозначно стоит учитывать, потому что в противном случае вы рискуете играть в эту игру всё время, и так и не выиграть, а в итоге потратите его, то есть своё время на человека, который, в общем-то, вами совершенно не дрожит. То есть я рекомендую вам подумать, я специально ответил на вопрос, ваш вопрос в начале, чтобы вы увидели, что я на него ответил, чтобы вы поняли, что я хочу вам помочь именно вот в конкретном случае, в конкретной ситуации, но считаю своим долгом вас предупредить о вот таких вот, вероятно, не очень приятных для вас последствиях и нюансах, на которые вы не желаете или, может быть, не можете в силу субъективности восприятия, не можете обратить внимание. Но это очень важно для того, чтобы сохранить свою самостоятельность, свою самобытность, свою независимость, и не попасться на вот определенную ловучку, да, на определенный крючок к этому мужчине. Вот. Если вы без него не можете, если вы без него чиркуете себя очень плохо, то это зависимость, и тогда с этой зависимостью нужно уже будет с вами отдельно работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остаются, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Селаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...